Сейчас мы будем проводить с вами исследования, будем с вами разговаривать, интервью брать. Сейчас подождите только, дойдут оставшиеся ребята, исследователи, просто подождите. И мы даже не... ну, несколько раз это делали, и как-то мы выходили из кабинета, когда-то мы оставались. Но, в общем, это было не важно, потому что, конечно, тоже все стали залезать в телефоны и что-то там делать. Опять появилась эта параллельность, то есть при этом они не сидели, вот тоже такое наше предубеждение, что все залезли в телефоны и перестали общаться. Нет, это было очень живое общение между собой. Они подкалывали друг другу, они общались, при этом еще и делали это в телефонах. То есть это такое вот многозадачность у современных подростков, которая, по-моему, развита на особом уровне. Раз, да. Да, ну вот, я должна тут сюда смотреть. Одновременное общение в разных кругах, это то уже, что мы с ними потом обсудили. То есть по итогам этих 15 минут мы признались, что, в общем, как бы исследование уже началось. И тоже, что это нам дало, что мы, это был очень-очень маленький промежуток времени. И мы могли обсудить, они помнили все, что они делали за это время. И они, в общем, в сети в этот момент занимались. И очень многие, то есть очень много времени было отдано именно общению. И именно общению вот в таких кругах, о которых даже мы не думаем. То есть, например, кто-то общался с каким-то другом из бывшей школы. Кто-то там общался с ребятами по какой-нибудь там онлайн-игре, с которыми он даже, например, не знаком. То есть это такое проникновение и вот это вот такое все пронизывающее общение. Это такой совершенно новый феномен, которого, например, в нашем подростковом власти, вероятно, не было. Ну и потребность постоянной событийности. То есть тоже вот есть такое у нас даже высказывание, в статье оно приведено. Да ничего, я сидела, дергала ленту. Вот дергать ленту, то есть все время как-то пытаться увидеть что-нибудь новенькое. То есть что-то должно происходить каждую минуту, какое-то обновление. Тут вроде сижу, я жду, и вроде тут ребята сидят. И это нормально, я с ними коммуницирую, но мне нужно, чтобы что-то вот все время происходило. То есть вот такая постоянная событийность нам нужна. Ну что, портрет. Портрет современного подруга. Не знаю, а можно я встану? А то я плохо вижу, что там сзади. Значит, мы, как я уже сказала, изучили 11 портретов, 11 аватарок и вообще содержание стены в основном нас интересовало современных подростков. Мы сразу с ними договорились, что будем это делать. Это у меня будет слайд про этику, то есть мы подписали с ними соглашение. И мы использовали условно такую портретную методику. Это вообще история, которая пришла из искусства и в социологии она осела. То есть это такая вот история, когда исследователям пишется портрет наблюдаемого явления или конкретного индивида. То есть из маленьких-маленьких кусочков, можно тоже назвать бриколаж вот этой технологии, да, когда я как бы описываю вот этот феномен. Здесь есть свои как бы эти методики слабые стороны, что очень сильно как бы исследователь тоже влияет на то, что происходит. И он вкладывает как бы свою интерпретацию того, что зафиксирует. Ну вот, в общем, мы использовали портретную методику. Для этого мы, ну мы принесли сюда еще кое-что такого количественного, я бы сказала. То есть мы создали матрицу тематическую, с тематизмами того, что в принципе себя представляет контент, публикуемый подростками в социальной сети. Получилось у нас, получились у нас вот такие вот темы. В зависимости от размера, это более популярные или менее популярные темы. Очень популярными темами являются эти отношения, самопрезентация и развлечение. Это то, о чем подростки больше всего пишут. Но пишут это громко сказано, потому что все-таки подростки это больше потребители контента. Сейчас я тоже про это скажу. Как ни странно, хобби, например, то, например, это то, о чем мы с ними разговаривали на интервью. И они очень много про это говорили. Причем у некоторых там хобби даже это, ну, как сказать, это даже сложно назвать хобби. Там был, например, у нас парень, который так же профессионально занимался футболом. И все у него было про футбол. И значит, у него были там ошибки этого футбольного... И очень много чего рассказывал свою повседневность, связанную с футболом. Но у него было очень мало этого футбола, например, на его странице. То есть почему-то так. Саморазвитие, реклама, образование. Очень мало про образование пишут современные подростки. Не очень им это интересная тема. В общем, и самообразование тоже, видите, не так много занимает их внимания. Значит, ну вот, да, выборка. 11 подростков, 16-18 лет, юноши, девушки. С родителями мы подписали соглашение о том, что мы будем, собственно, с их ребятами и детьми работать. И как мы это строили, значит. Мы провели интервью, как я уже сказала, и анализ контента страниц в апреле-июле 2015 года. Мы посмотрели три месяца. Три месяца... Контент за три месяца со стены пользователей. Его аватарки, если они менялись. И мы провели повторный анализ страниц через год. Ой, в шестнадцатом году, да, через год. В шестнадцатом году. К сожалению, здесь мы не провели уже интервью. Хотя было бы это очень интересно. Но так как это были в основном одиннадцатиклассники, их было довольно много, то просто мы даже с ними потеряли связь уже через год, к сожалению. Потому что мне было бы очень интересно поспрашивать их о том, что же и почему же произошло. Ну, значит, вот контент, производство, потребление. Даже исследование взрослых, скажем так, да, вообще пользователей, говорит нам о том, что, в принципе, продюсеров контента, тем, кто действительно создает контент, их довольно мало. Если я не ошибаюсь, то порядка двадцати процентов пользователей действительно являются продюсерами контента. Для подростков это процент, я думаю, что еще ниже. То есть в основном молодые люди заимствуют какой-то контент. То есть делают перепосты, грубо говоря, себе на страницу. При этом перепостов делают довольно много. То есть это такие вот активные, не знаю, как их назвать, ну, пользователи, да, социальные сети. То есть в день может быть по несколько перепостов. Иногда с выражением своего мнения по этому поводу. Иногда просто такой перепост. Но лайки они получают за собственный контент. То есть собственный контент — это такие вот жемчужинки, которые можно найти в этой ленте. Это очень часто селфи. Здесь это не написано. Часто это селфи. Собственным контентом является. И, конечно, большинство лайков они получают за это. При этом, что интересно, собственный контент чаще публикуется через приложение. Через приложение и с помощью, где-то у меня будет про это, мобильного телефона. То есть ВКонтакте можно видеть, с помощью чего сделан этот пост на компьютере или с мобильного девайса. И в основном это все-таки мобильный девайс. Ну вот, сохранить нельзя, удалить. Что произошло через год с их страничками, да? Пятеро из одиннадцати внесли изменения в старый контент. Двое полностью удалили страницу. Переходя из школы в университет, они просто решили вообще создать новый цифровой след, да, если использовать этот термин. То есть просто почистили вообще в корне то, что было у них на страницах. Двое удалили все сообщения до определенной даты. То есть это вот очень важная такая характеристика подросткового возраста, что такое происходит питание, я пытаюсь себя найти. И при этом мне важно, что вот то, кем я себя считаю сейчас, вся моя страница и лента — это тот, кто я как бы сейчас. То есть можно сказать, что происходит какая-то рефлексия, когда они, наверное, возвращаются к этому контенту. То есть они смотрят и взвешивают вот этот вот пост с иракезом, он как бы вот, я бы сейчас его сделал или нет. И, собственно, корректируют тот контент, который когда-то сами же продюсировали. Выборочно ударил фото один из наших участников. Ну и мы выделили такие две стратегии поведения. Есть стратегия, когда очень много публикуется. Это даже не два поста в день, это шесть постов в день. Часто эти посты даже повторяют, то есть он забывает, что когда-то он уже это постил. Причем это не очень большой срок, я уже сказала, три месяца. То есть если ты прокручиваешь ленту, ты видишь одни и те же посты, что ты его рассмешила или понравилось, и это очень активно публикуется. Тогда эти сообщения практически не редактируются. То есть это такое вот здесь и сейчас я все, что мне нравится, сложил, сложил, сложил. И это, конечно, улетает в ленте далеко, и, в принципе, этого не видно на странице, и вот поэтому я к этому и не возвращаюсь. Либо другая стратегия — это такие мало сообщений, это то, что можно увидеть на странице, и это то, к чему я отношусь очень так вот, как шкатулочка такая моя. То есть я подбираю то, что я публикую, я делаю какие-то свои фотографии, и тогда я очень выборочно и очень так вот подхожу к этому с таким вот чувством, не знаю, как его назвать, ну, не с умом, но, как сказать, очень так щепетильно отношусь к тому, что у меня на странице находится. Тематики контента, как я уже тоже сказала, да, самые популярные — это самопрезентация отношения и развлечения. Причём вы видите, что самопрезентация такая реальная, то есть вот там какие-то личные фотографии или что-то ещё, этого довольно мало. Но она происходит, эта самопрезентация, через вот это заимствование, то есть это какие-то размышления о жизни, что... Сейчас где-то тут у нас... Ну, вот, например, что вы обычно делаете перед сном? «Любуюсь рассветом». То есть вот такие вот, понимаете, лирические отступления. Самые непопулярные темы — это образование, саморазвитие и хобби. Но очень много пересечений. То есть это, в принципе, характеристика сегодняшнего контента. То есть очень порой было сложно отделить одно от другого. И ещё очень важное, вот я бы здесь сделала не в одной строчке, а вынесла всё-таки это в другую. Подростки очень часто используют юмор. Юмор даже вот в этой самопрезентации. И здесь уже если как бы наша включать такую вот психологическую, исследовательскую какую-то интерпретацию, то можно сказать, что всё, что публикуется, предъявляется, ну, это такой вот тоже шаг для подростка, да? И почему это заимствованный контент? Потому что всегда можно сказать, что «Да это я так!» Просто, ну, просто мне картинка понравилась. Если кто-то, например, что-то скажет мне негативное. И юмор тоже. Это такая своеобразная защита. То есть «Да ну я так!» Я пошутил просто. Это, в общем, на самом деле не про меня. То есть такие вот инструменты тоже защиты, они используются молодыми людьми. Что мы можем сказать в заключении? Значит, моя страница — это «Я здесь и сейчас». Есть две стратегии. Много публикую. Много публикую. И тогда, ну, это всё равно, я здесь и сейчас, потому что я не вижу то, что было опубликовано раньше. Либо мало публикую, но выборочно очень отношусь, возвращаюсь к прошлому контенту, его корректирую потом, кто я сейчас, по моему мнению. Молодые люди стараются говорить о себе, но чужими словами, используя юмор, используя вот этот заимствованный контент. То есть вроде как я как бы себя предъявляю, но всегда у меня есть безопасная зона, чтобы сказать, что... Пошутил, пошутил. Размытый контент — это даже не характеристика подростков, наверное, а просто характеристика современного контента, а может быть не современного контента, а в целом, что очень сложно разделить вот эти вот тематизмы, хотя мы старались и пытались, и, в общем, на протяжении исследований несколько раз корректировали матрицу, но было не всегда просто. Вот что важно. Для анализа онлайн нужны данные из оффлайн. Я уже сказала, что мы проводили с ними интервью. И вот, например, хобби — это то, что мы часто видели только в интервью и не видели никаким образом на странице. Это вообще такая особенность вот этих вот количественных исследований и этого хайпа, с которым сегодня все гонятся. Большие данные, бигдейта, выкачивание этих данных в социальных сетях. Это на самом деле круто, с одной стороны, потому что, когда есть анализ десятков тысяч пользователей, да, и мы делаем какие-то тоже на этом выводы, это как бы сильно, это круто. Но при этом, не зная социального контекста, в котором этот пользователь находится, вот эта интерпретация, она тоже довольно такая опасная. Я буквально вчера, позавчера разговаривала, ну, давала лекцию нашим PHD студентам, и мы разбирали, например, один кейс. У Даны Бойт, это исследовательница американская, которая изучает социальные сети, есть очень интересный пример. У нее есть такой термин, вот я сейчас боюсь соврать, потому что сложно это выговаривать, это социальная стеконография. Это, погуглите, потому что я могу вот что-то с буквами обмануть. По-моему, стеконография, да. Это история про то, что... Это, как бы, по-моему, даже не она придумала, но она ему дала такое новое значение. Вообще, если есть группа людей, закрытая, то у них всегда возникает такой тайный язык, собственный язык. Если вы подойдете к коллегам по работе из другого отдела, которые, значит, в перерыве стоят возле кулера и, значит, что-то там обсуждают и шутят, вероятно, вы не всегда сможете понять, ну, как бы включиться, да, в этот диалог, потому что вы не понимаете, про что они говорят. Они вспоминают какие-нибудь истории, которые вот у них произошли, может быть, есть какие-то имена, прозвища у сотрудников, ну, то есть ты, как бы, не понимаешь, что происходит. Вот социальные сети, и особенно социальные сети подростков, они просто пронизаны вот этой вот историей. То есть это такой открытый очень контент, да, открытые страницы, но понять то, что там написано, можно только человек, знающий социальный контекст, в котором это все происходит. И вот у нее есть один пример ее про вот эту вот стегонографию, а есть один, например, у меня. Значит, пример Данн Бойт. Папа переживает за свою дочь-подростка и добавляется к ней в друзья. По-моему, в MySpace она даже добавляет его, значит, в друзья, и он видит, что у нее происходит на странице. И вот она публикует, он видит у нее тест, какой ты наркотик, и, значит, результаты, кокаин и куча, как бы, лайков, одобрения, обсуждения про кокаин. Папа, значит, в шоке вообще, что вот, что он застал, что он увидел, думает несколько дней вообще, как вывести ее на разговор, значит, там, не сбить ночами, и когда он с ней начинает про это разговаривать, он говорит, папа, да нет, это же сейчас вот эти модные тесты, какой ты актер, какой ты время года, какой ты писатель в сети, это какой-то наркотик. И за кокаином стоит не использование этого наркотика, а какая-то характеристика. И, вероятно, для вот этой социальной группы характеристика, которая спрятана за кокаином, это что-то, как бы, хорошее, что-то крутое там. Ну и добавляет она, что, папа, ну и к тому же, вот вы в своем возрасте все сидели на кокаине, и смотри, какие вы классные выросли. Я очень хотела, чтобы у меня попался кокаин. Я сразу думаю, если бы мы выкачивали данные и социальные сети, и увидели, у девочки кокаин употребляется на странице слова 15 раз в постах, какую бы мы могли сделать вывод, да? И вы, например, в ее окружении, потому что тест пошел гулять, у ее там, других сверстников что-нибудь еще, какой-нибудь наркотик. Что мы, как исследователи, использующие, например, big data, или media data, могли бы сделать какой вывод, да? Наркомания. Современные подростки открыто обсуждают наркотики в сети. Поэтому вот это очень важно. Вторая история, это, по-моему, российский уже контекст, если я не ошибаюсь. Значит, мама следит тоже за дочкой. Киберсталтинг, есть такой еще один термин, это такое вот преследование, слежение с помощью сети. И, значит, происходит какой-то конфликт, какая-то трагедия у девочки. Сейчас я боюсь тоже соврать. По-моему, ее, значит, закрывают дома, ей не разряжают пользоваться телефоном, но у нее есть социальная сеть. Ну, в общем, мама режет на кухне салатик и видит, что публикует ее дочь пост, что я чувствую сейчас себя, как Гарри Поттер 31 октября, боюсь соврать, год, ну, например, 85-го года. Мама смотрит, думает, ну, ладно, Гарри Поттер, хороший фильм, мы ходили вместе с дочкой, все нормально, Гарри Поттер продолжает кромсать салат, но друзья, девочки, знают, что в этот день у Гарри Поттера случается трагедия, приезжает, значит, этот страшный волшебник, я забыла, как его зовут, значит, Волан-де-Морт, да, нападает на семью Гарри Поттера, ну, короче, караул. Подростки начинают ей слать сообщение, что, ну, ты там, держись, что случилось, тайное сообщение, понимаете, которое взрослому считать его невозможно. То есть это всегда нужно держать в голове, поэтому такой, это один из наших выводов для анализа онлайн, всегда нужно знать оффлайн, если вы хотите сделать его качественным. Ну вот, и это такой самый для меня неоднозначный вывод, я до сих пор про него тоже думаю, это связано вот с этим хобби, и, например, с отсутствием хобби, с отсутствием образования на странице. можно предположить, что социальные сети и вот эти вот аккаунты, их содержание, это тоже своего рода такая компенсация. То есть то, чего у меня много оффлайн, школа уже просто задрала с утра до вечера. Хобби, ну вот там, этот футбол тоже, его очень много. Я компенсирую своей страницей вот переизбыток каких-то вот этих тематик и фокусируясь на чем-то другом. Ну вот, я говорю, мы делали это исследование в коллективе, мне сложно как бы полностью согласиться с этим утверждением, но как один из таких вот выводов он есть. Ну, по-моему, это все. Да, ну это вот наши несколько статей на эту тему. Вот эта повседневность современных подростков, первая статья, это, собственно, про вот это вот пересечение, про дневники онлайн-офлайн и про эту методику лост-забытые. По Иванову Екатерине Николаевне мы написали статью о, собственно, социальных сетях как новой практике развития городских подростков. Тут про данные опроса, большого опроса. И вот с Евгенией Томиловой должна сейчас выйти статья, это то вот последнее, что я вам рассказывала, портрет современного подростка через 8-ую презентацию социальной сети, его и этой статьи еще нет, но она должна вот-вот-вот появиться. Вот. Я сейчас вернусь на контакт, если они нужны, и готова, готова, и с радостью отвечу вам на ваши вопросы. спасибо большое. Спасибо большое.